Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом! Продолжаем изучать Тору, Мишли, притчи царя Солмона и постигать божественную мудрость. Максим Пиринчук, шалом! Диорди Нивня, всем шалом, шалом! И, значит, мы продолжаем изучать уже 100 какой-то уроков, больше 100 уроков подряд. Хорошо, дорогие друзья! Итак, значит, мы дошли в прошлом занятии, в прошлом занятии мы дошли до 9-го отрывка. И сегодня изучаем 10-е, 11-е, если успеем, то 12-е. А если успеем, то и 13-е. Они все вместе с собой связаны, они как бы все идут об одном. Все они идут об одном и как 4 отрывка, может быть, мы успеем сегодня в 2 раза больше, чем обычно. Итак, значит, да, всем шалом! Давайте свяжем, значит, 9-й отрывок в прошлом занятии звучал так, что Эвелим, вот эти вот грешники-скептики, Ялиц Ашам, он чувствует вину, он чувствует вину в сердце. В Эбен, Убенни Шарим Рацон. И между людьми прямыми благоволение Всевышнего. Значит, в чем главное отличие грешника-скептика от человека прямого или от садика? Грешник-скептик, он говорит, что Бога нет, и он пытается это доказать. Он скептически подходит к словам мудрецов, к словам Торы. То есть он опровергает все основы веры. И это называется грешник-скептик. То есть ему, в принципе, нет возможности даже вернуться к Торе. Почему? Потому что он не верит в нее. То есть он не считает, что он поступает правильно, неправильно, когда он выступает против Бога. Теперь этот грешник-скептик, он в сердце своем, говорит нам царь Соломон, что он в сердце своем чувствует отсутствие связи со Всевышним и вину. То есть у него есть внутреннее чувство вины, которое это на духовном уровне, то он все равно соединен с Богом. У него все равно есть душа. Он все равно... Бог-то он есть, независимо от того, верим мы в него или не верим. И поэтому этот грешник-скептик, который выстроил целую ментальную конструкцию о том, что Бога нет, но внутри-то он все равно чувствует, что Бог есть. И поэтому он чувствует вину перед Богом, потому что он как предал свою главную часть. Его душа внутри страдает. Есть тоже такое очень интересное, буквально недавно услышал от Альтера Ребе из Тани, что когда человек подумает о том, как внутри него страдает его божественная душа, которая связана со Всевышним, и как ей плохо из-за его образа жизни, то ему должно стать ее жалко. И вот действительно пробивается страдание вот этой вот божественной души. А грешник-скептик, он внешне, внешне он очень сильно такой прямо умничает, и он доказывает, что Бога нет, ну и так далее. Теперь это мы учили в прошлый раз. Десятый отрывок. Лев Юдея Марат Навшо. Переводится так, десятый отрывок. Сердце знает горечь души. То есть сердце человека, это его мышление, его подсознание. И есть сознание, это как вот интеллект, человек какие-то мысли, он их думает, он говорит себе внутри какие-то слова. А сердце, это его подсознание, это его внутреннее состояние. И говорит нам царь Соломон, что сердце вот этого вот ксиля, оно знает горечь его души. То есть внутри ему всегда чуть-чуть горько. Убасимхато, ло и таравзар. А вторая часть отрывка, она говорит о праведниках, что в его радость не примешается чужой. То есть у праведника у него в обратную, то же самое, только в обратную сторону. У него внутри все время такая радость. То есть он праведник, он внутренне соединился с Богом. У него внутреннее есть понимание. Вот в чем разница колоссальная между картиной мира человека верующего и человека неверующего. Значит, спасибо всем, кто поздравляет. Давайте сейчас вот сосредоточимся. Человек верующий глобально. У него есть некая внутри идея, ощущение, что Бог, творец мира, создатель мира, который сотворил все мироздание. И духовная сущность мироздания, которая нематериальная, она намного важнее, чем материальная оболочка. И верующий человек, он верит, что первое, что есть Бог, создатель мироздания. Второе, он верит, что Бог его любит. И что у него на духовном уровне есть связь с Богом на уровне вот этой вот души. И что со смертью тела он не умрет, а пойдет дальше. И у него есть ощущение внутреннее, что впереди все будет хорошо. Как говорил царь Давид, что даже если я буду идти долиной смерти, не случится со мной зла, он Богу говорил, ты всегда со мной, чтобы вокруг не происходило. Это картина мира человека религиозного верующего. Теперь неверующий вот этот вот грешник-стептик. Он говорит, Бога нет, духовности нет, будущего нет, ничего нет. Понятное дело, что он остается один в своем вот этом вот самоосознании. И в его вот этом вот внутреннем таком страхе, что он один, у него все время выделяется внутри вот этот вот яд-горечь, который отравляет его мышление. Ему все время плохо, страшно и беспокойно. И вот эти вот, так как человек верующий, у него долгая перспектива, он играет в долгую. Он говорит, секундочку, у меня есть эта жизнь до 120, я верю, что буду жить до 120. Потом у меня есть рай, потом у меня есть вечная жизнь. Каждая заповедь мне дает бесконечную духовную награду. То есть у него игра в долгу, он такой как жизненный марафонец. Грешник-стептик, он наоборот, он говорит, нет же ничего, ничего нету там. Значит, где мой конец? Могила. А перед могилой 20 лет, каким я буду? Ой, я буду старым. А мне же никто не поможет. А завтра кто мне поможет? Ой, Бог мне не поможет. Нет же Бога. Кто же мне поможет? Люди мне помогут. А что люди мне помогут, если Бога нету? Они тоже все обезьяны. И вот даже самые их сильные психологи, которые прямо лидеры их мышления, вот этих вот грешников-стептиков, да, там есть доктор Курпатов, говорит, никто тебе не поможет. И он же страдает от панических атак. Этот, как его, есть Лобковский психолог, он говорит, я хочу, давай, делай, что ты хочешь, быстрее, пока не сдох, давай, быстрее свое я хочу, быстрее набери, 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 чтобы, ну, хоть что-то ты почувствуешь, все равно сдохнешь. И их, понятное дело, что их вот этих грешников-стептиков, подход к жизни, глобальный подход, вот эта вот глобальная картина, да, вот эта глобальная картина, она, естественно, у них выражается в десятом отрывке, то, что говорит царь Соломон, лев, это, это, как бы, суть мышления подсознания, юдея, марат навшоу, сердце знает горечь его души, душа-то внутри страдает, нет же ничего, нету ничего дальше, никто не спасет, никаких заповедей. Никакого ламаба, никакого грядущего мира, никакая там молитва не поможет, все, то есть, и у Басимхатолу это ревзар, а у праведника, у него наоборот, у него внутри идет постоянный вот этот вот божественный свет, радость, и к ней не примешается чужой, никто не может у него этот свет забрать. Потому что ему радостно не потому, что кто-то что-то где-то должен ему сделать, и кто-то ему что-то обещал, праведнику ему радостно, потому что Бог с ним, потому что мир управляемый, потому что есть впереди все очень честно, по закону, все очень хорошо. Даже если есть какие-то страдания, они для того, чтобы или научить, или искупить какой-то грех, а дальше все равно будет свет, добро и радость, и вот это вот в Убасимхатолу, и в радость этого праведника, Лой Таревзар, не вмешается чужой, никто, ему там внутри, он все равно, как царь Давид говорил, что Тиави в Име Азавуне, что и папа, и мама меня оставили, а Бог меня не оставит никогда. То есть, Бог всегда со мной, как бы там и было. Теперь дальше, одиннадцатый отрывок. Бейтри шаим и шамет, в ойль ешарим я фриах. Одиннадцатый отрывок продолжает эту же мысль, и говорит нам царь Соломон, что дом, дом это каменное строение, злодеев, он будет разрушен. Злодеи, они очень пытаются построить себе какие-то стены, защиты, они страхуют свою жизнь, они инвестируют деньги, чтобы на старости лет у них было там пассивный доход. То есть, они все время в страхе и пытаются свою норку безопасности, обезопасить со всех сторон. Это вся забота вот этих злодеев. Но говорит нам царь Соломон, что пусть не надеется, дом злодеев будет разрушен. То есть, не может человек своей умом, своей силой, он противостоять, если он злодей, если он идет против Бога и против других людей, то обязательно будет разрушен. Александр Матидонский, придет кто-то другой, его убьет. Гитлер, тысячелетний рейк, чтобы стерлось его имя, 12 лет и следа не осталось. Древний Рим, если мы возьмем просто все какие-то главы злодеев, какие-то мафиози, аль-капоны вообще. То есть, не может злодей рассчитывать, что он себя сохранит какими-то стенами. В Оль, Яшарим, Яфриах. Оль – это шатер. Шатер прямых, которые прямо идут к Богу. Он будет процветать всегда. Да, то есть, это отсюда как раз идет с любимым рай в шалаше, что действительно, когда у человека есть, когда у человека есть вот эта вот связь и уверенность во Всевышнем, то он ничего не боится. Он знает, даст Бог день, даст Бог пищу. Как до этого момента Бог обо мне заботился, так же он и дальше позаботится. А если будет какая-то ситуация сложная, так Бог меня тоже вытащит, а не вытащит, так в раю встретимся, все будет хорошо. То есть, это одиннадцатый отрывок, что вот это вот мировосприятие, когда ты внутри с Богом, оно тебе дает чувство безопасности и процветания. Даже если ты в данный момент находишься в шалаше, в данный момент у тебя нет ситуации какая-то непонятная, то человек верующий, он знает и верит, что все будет с ним хорошо. Двенадцатый отрывок продолжает эту же тему и говорит нам царь Салмон. Он говорит, есть путь прямой перед человеком, а в конце его пути смерти. Значит, что имеет в виду царь Салмон, что грешник-стептик, он может себе придумать очень любую концепцию. Ему его концепция всегда кажется правильной. То есть, он конкретно, вот этот любого возьми грешника-стептика, из любых отрядов, там есть, например, ну я не знаю, какие-то профессора есть, какие-то там Йоам, сейчас есть Харари, Ноах Харари, есть Хомские, какие-то такие, ну вот профессора, прям профессора. Но вся их концепция мира без божественного, без сторы, да, она им кажется прямой, но в итоге в конце дарке смерти. Потому что любой их путь, который они придумывают, объясняют, как надо жить, социализм, коммунизм, черный лебедь, белый лебедь, любой лебедь, но антихрупкость. Но в конце у них путь смерти, то есть, а дальше что? А дальше ничего, ну ты как-то вот про, как-то в этом мире ты, ну вот, антихрупкость, ты будешь антихрупкий. Ну вот все равно, а в конце-то что? Все, два на полметра, полтора метра глубиной, нет надежды, все. Доктор Курпатов прямо сказал, не придет никакой спаситель, не надейтесь, нету спасителя. Ну нету спасителя, значит нету. Это то, что нам сказал царь Соломон, что вот этот вот, любая идеология, любая концепция, которая не базируется на вере в Бога, создателя, творца мира, то в конце у нее всегда путь смерти. То есть, она может человеку объяснять, что тебе будет хорошо сейчас, а потом еще, а потом ты будешь веган, а потом ты спасешь, кулечки будешь собирать, и ты с этими кулечками, ты там мир спасешь. Да, собери сто кулечков, ты спасешь мир. Вроде все нормально, а дальше что? А дальше пути смерти, никакого продолжения. Только божественная, простая, понятная идеология дает человеку перспективу, связь с Богом и понимание, что материальный мир это всего лишь оболочка, и тогда человеку не страшно, потому что он понимает, что он ходит в оболочке, в биоскафандре, а он сам, это вот это его душа, и он начинает тогда питать душу, а когда он питает свою душу и усиливает связь с Богом, ему внутри всегда хорошо, у него есть вот этот вот стержень. И последний сегодня, тринадцатый отрывок, который закрывает вот эту всю тему и помогает нам разобраться, ведь мы же все все равно живем в мире идеологий, в мире людей, которые нам предлагают уже как готовые блюда, да. Я сейчас вам объясняю, объясняю то, что я понял из притчи царя Соломона с помощью Малбима, есть такой комментатор Малбим, то есть это некая система, да, система взгляд на мир, некая идеология. Но любой, откройте любой журнал, любой СМИ, любой сайт, любой фильм, то вся информация, которую мы потребляем, это некая идеология, которую нам предлагает создатель этой идеологии. Там этот есть Вуди Аллен, например, да, такой вот режиссер, у него есть своя идеология, да. В итоге этой идеологии он женился на усыновленной кореянке, значит, 18-летней, и вот он с ней уже живет 30 лет, ему уже там, ну, лет 80-90, да, а дальше что? А дальше ничего. То есть любая идеология, она, она, как сказать, то есть мы живем в мире идеологии, которые нам предлагают. Теперь предупреждает нас в тринадцатом отрывке царь Соломон. Он говорит, даже если есть смех, но внутри у этих вот людей, которые живут без Бога, у них все время болит сердце. То есть у них внутри всегда есть вот эта вот внутренняя боль, пустота и страх. И с обратной стороны радости печаль. Значит, я когда этот отрывок прочитал, и объяснение, что, так как он примыкает к предыдущим отрывкам, что у человека, который живет из Бога, у него внутри все время вот эта вот страдающая душа, которая понимает, насколько бессмысленно он проводит свой жизненный путь, насколько бессмысленно он, ну, просто потребляет там убитых каких-то животных и переваривает это все в пустоту. Так вот, значит, говорит нам тринадцатый отрывок, что даже когда смеются вот эти вот грешники-скептики, у них все равно болит сердце, и в конце этой радости печаль. Я думаю, как же это, ну, как это вот современным языком, чтобы нам было понятно. Я погуглил, вот тут я приложил статью, будет в комментарии статья, называется «Трагические судьбы звезд советского кино». Именно комические актеры, которые на сцене, то есть это все там Макартычан, знаете, есть один из самых смешных такой актер Макартычан. У него трагическая очень жизнь была, то есть он внешне смеялся, он смешил-веселил, но у него вся семья погибла, например, жена, двое детей и так далее, и сам он умер в 63 года от разрыва сердца. И там идут все вот эти вот их, тех людей, которые внешне, они были как бы образцами веселья, но внутри у них была такая грусть, как у Высоцкого, который был наркоман, который умер от передозировки, ну и так далее. То есть единственная по-настоящему такая вот радость у человека, внутренняя радость, когда он на самом деле, он верит, что все будет хорошо, то есть у него есть, вот нет страха перед будущим, и когда у него внутри есть связь, связь с Богом, которая у него внутри, как говорил царь Давид, «Гамки и элэх, бэгэйт салмавэ, даже буду идти в долине смерти, ло-э-ра-ра, ничего плохого не случится, ки-а-та-и-мади, потому что ты со мной, да, внешне, даже телу может быть больно, даже может быть страшно, но я, я это не вот этот биоробот, который по-любому умрет. Я, это душа, которая уже сейчас при жизни с Богом, которая спокойно в нужный момент выйдет из тела и пойдет дальше в следующий этап существования. Только эта вера может дать человеку реальную радость в жизни, а дальше, чтобы душа была по-настоящему веселой, есть только один путь – заповеди, заповеди, заповеди. Молитва и заповеди. Все, дорогие друзья, мы закончили урок. Спасибо всем за поздравления с днем рождения. Да, в этот день я родился, это спасибо моим родителям, что меня родили в этот день. В принципе, моей особой заслуги в этом дне вообще нет, поэтому я просто спасибо, что вы поздравляете. Есть повод высказать пару хороших слов. Но я считаю, что, как мы учили, опять же, в Каэлите, в Экклезиасте, что день смерти лучше, чем день рождения, потому что день рождения – это только начало пути испытаний, а день смерти – это когда человек уже проходит жизненный путь, и это является определяющим моментом в его жизни, не день рождения, а день, как ты умер. Потому что для многих смерть – это конец, а для человека верующего смерть – это только начало следующего этапа пути. Все, но я, тем не менее, желаю всем до 120 лет здоровья, и чтобы мы использовали это здоровье на производство духовной энергии, добра, света, заповеди, и служения Всевышнему, и хороших отношений с людьми. Все, спасибо всем огромное за поздравления, удачи, успехов. Все, всем-всем пока, хорошего дня. Спасибо.